Здравствуйте! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Сегодня мы шьем бомбер. Этот мастер-класс предназначен для владеющих навыками шитья. Если вы не лечо, то вам в помощь пошаговые учебные видео, которые вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные уроки. Этот бомбер выполнен из трикотажа. У него есть карманы в шве. Обратите внимание, рука полу-иглан. Такая форма рукава отлично садится на любую сквозь плеча. Воротник, манжеты, рукава и поясок выполнены из эластичного трикотажа. Молния с двумя бегунками. Имеется защитная планка молнии, которая предохраняет одежду от защемления зубцами молнии. Также имеется футборта. Три пуски швов обработаны стандартно на аверлоке. Сейчас в нашей группе ВКонтакте и в Инстаграм проходит швейный марафон «Шьем онлайн бомбер», где участники с огромным удовольствием изучают секреты купюрной обработки изнатки. Следующий этап марафона состоится в январе. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки вы найдете под видео, чтобы не пропустить второй этап марафона. Для изготовления бомбера мы подготовили материалы. Основная ткань у нас – футер, петля с начесом. Очень такой приятный серый цвет. Принт горошки. И вот на крупных горошках небольшой витр. И из этой ткани будут выполнены все основные детали. Трикотаж Кашкарсе. Он растяжимый. И мы его используем для изготовления пояса, манжет и воротника. Тонкий футер, двух нитка. Более тонкий трикотаж мы поставим на мешковины кармана, на подбор и на внутреннюю защитную планку молнии. Молния с двумя бегунками растягивается снизу и сверху. В нашем случае молния 53 см. Размер молнии определяем по выкройке. Небольшой кусочек тублерина, для того, чтобы продублировать подбор и планку молнии. Киперная лента, для того, чтобы закрыть шов втачивания воротника на горловине. И два вида нити прошивного флизелина. Один с долевым направлением прошивки. Он будет использован для стабилизации срезов под молнию. И второй с косым направлением прошивки. Его будем использовать для стабилизации скругленных срезов. Файл с выкройкой мы прикрепим под видео. Здесь показано, как выглядит распечатанная и склеенная выкройка. По распечатке, сборке и проверке выкройки в данном плейлисте будет выложено отдельное видео. Ссылка будет размещена в описании. Переходите по ссылке, смотрите подробный урок. Мы сняли нужный нам размер. И теперь приступаем к раскрою основных деталей. Ткань сложили вдвое, лицо к лицу. Такой ширины взяли кусочек, чтобы у нас поместились все основные детали кроя. Детали разложили, прификсировали булавками. Размечаем припуски по шаблону и вырезаем. Из основной ткани мы выкроили следующие детали. Центральная часть полочки, боковая часть полочки, спинка. По две детали рукава. Две передние, две задние. Одно из мешковин мы все-таки решили сделать из основной ткани, для того, чтобы не кроить подзор. И нижняя часть пояса, вот такая маленькая деталька, тоже выполняется из основной ткани. Там, где вход в карман, перенесли на деталях метки входа в карман и припуски увеличили до двух сантиметров. У вас должно вот так получиться. Это делается для того, чтобы легче было притачать мешковины и обработать потом эти швы наверно. Вспомогательные ткани футер двунитка мы раскроили подборта, планку молнии, одна деталь и две мешковины кармана. Подборта и планку молнии сейчас нужно будет продублировать. Продублировали подборта, продублировали планку и продублировали части пояса. Когда вы дублируете парные детали, не разворачивайте их. Вот так сложенные вместе и дублируйте сначала с одной стороны, потом перевернули с другой стороны. Так у вас детали получатся одинакового размера и вам легче будет их притачивать. Потому что если вы будете дублировать их по отдельности, обязательно деформируйте. Нити прошивным флизелином с долевым расположением нити мы продублировали плечевые срезы спинки. Край борта и вход в карман. Нити прошивные флизелином с косым направлением нити мы продублировали горловину спинки и горловину полочки. Естественно, это все было проделано на парных деталях. На центральные детали полочек мы уложили мешковины карманов из вспомогательного материала из футера. Лицом к лицу, к месту входа в карман. Уравняли срезы. На бочках полочек мы уложили лицом к лицу детали мешковины карманов из основной ткани. И также совместили срезы. Будем притачивать строчкой на 1 см на обычной швейной машине. Мешковины притачали швом 1 см. Разутюжили и вот здесь нужно расстрочить мешковину на припуск. Вот на этой мы уже сделали. Мешковина расстрочена на припуск. Этот срез можно не обрабатывать. Он будет находиться под мешковинами. Видно его не будет. Чтобы не создавать лишнюю толщину, можно не обрабатывать. Детали мешковины из основной ткани притачали к бочкам. Шов 1 см. И здесь проверяем, чтобы у нас мешковины были притачены на одинаковом уровне. Теперь для того, чтобы снизить толщину и упростить обработку кармана дальше, нам нужно сделать рассечки. Отступаем 1,5 см приблизительно от края припуска. И делаем рассечки на 0,5 см. На одной детали и на другой детали. Вверху и внизу. И теперь при обмотывании на верлаке верхнюю часть припуска мы вот так отогнем. Это позволит снизить толщину и упростить обработку кармана. Вот так прификсировали булавками. А верлаком будем обмотывать вот по этому срезу. Обмотанные припуски заутюживаем на мешковину. А там, где ставили рассечки, вот эти вот участки разутюжены. И теперь можно растрачивать мешковину на припуск, чтобы вот этот вот наплыв у нас разгладился. Скололи детали центральной части полочки и бачка полочки. Совместили мешковины карманов. И теперь будем стачивать одной строчкой рельеф, мешковина кармана и продолжение рельефа. За края кармана нам нужно зайти на сантиметр. Проложили стачивающую строчку. Вот она идет. Здесь переходит на мешковину, пошла по мешковине. Опять переходит на изделие и пошли стачивать рельеф. Вот так выглядит со стороны центральной детали полочки. И вот так выглядит со стороны бачка полочки. Здесь видно наши вот эти разутюженные участки швов. Да, вот строчка пошла по изделию. Перешли на мешковину по мешковине. И дальше опять перешли на изделие. То, что здесь получились неравномерные края, мы сейчас это все осноровим при обметке о вермаку. Такую же операцию с рассечками мы проделаем и перед обметыванием рельефа. Мы поставим рассечку вот здесь и вот здесь. Они делаются на меньшей детали. Рассекли. И при обметывании разложим припуски. Это позволит впоследствии при притачивании пояса также снизить толщину на этом участке. Все эти манипуляции мы делаем с единственной целью, чтобы изделие в готовом виде было более аккуратным. Потому что у нас достаточно толстый трикотаж. Срезы обметали о вермаку. Обратите особое внимание, когда вы подходите на о вермаке вот к таким углам, вам необходимо выкладывать срезы в прямую линию, иначе вы порежете мешковины. Обметали. И то же самое вот в этом углу. Когда подходите, выкладывайте в прямую линию и проверяйте обязательно, чтобы у вас ткань не попадала под нож. Теперь притачиваем детали рукавов к полочке и к спинке. Втачали рукава. Притачали задние части рукавов к спинке, передние части рукавов к полочке. Ширина шва 1 см. Срезы обметали на оверлоке. При втачивании рукава следите, чтобы рассеченные припуски лежали у нас по разные стороны. И при обметывании тоже обращайте внимание, чтобы вам оверлок обратно не завернул. Следующим этапом втачиваем молнию. Для этого мы берем деталь пояска и притачиваем к нижней части полочки. Шов пройдет на сантиметр и остановимся мы, не доходя 1,5 см до края. Со второй стороны делаем то же самое. Детали поясков притачали швом шириной 1 см и заутюжили пополам. Так же и с этой стороны. Теперь втачиваем молнию. Для того, чтобы сделать это идеально, необходимо соблюсти несколько важных правил. Начинаем втачивать молнию, отступив 1,5 см от среза горловины. Ставим отметочки. Заканчиваем втачивать молнию у сгиба пояска. Обязательно нужно при втачивании следить, чтобы швы притачивания пояска к частям полочки были на одном уровне. Молнию соединяем с бортом лицо с лицом. Одну часть можно убрать. Притачивать начинаем от рассечки. Верхний ограничитель на рассечку. Срезы уравниваем и притачиваем молнию по середине тесьмы. Тачали молнию с одной стороны, застегнули. И теперь на эту сторону необходимо перенести линию совмещения. Лучше это сделать карандашом. Так будет тоньше и удобнее. Но для наглядности я покажу вам мелом. Помимо этого совмещения, мы еще укладываем нижнюю молнию в сгибу. Верх молнии от рассечки начинаем втачивать. Втачали молнию. Теперь смотрим. Швы и совмещения у нас совпали идеально. Низ молнии на одном уровне. Срез горловины находится у нас на одном уровне. Если вы хотите также идеально втачивать молнию и узнать много интересных фишек, приходите и участвуйте в наших марафонах. Ссылки под видео. Теперь стачиваем плечевые швы и верхние швы рукавов. Скололи плечевой шов и верхний срез рукава. Припуски швов разложили в разные стороны. Теперь скалываем нижний шов рукава и боковой шов. Припуски также раскладываем в разные стороны. Теперь необходимо проверить совмещение по верхнему срезу рукава и по нижнему срезу рукава. Если у вас все совпадает, то швы можно обметывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!